По информации вратовальников, все лето колькость пожаров на Гомельщине скоротилась, а и это выник работы всех затекавленных боков. Что между тем не означает отсутствие проблемных галин, агропромысловый комплекс сяродых. С начала года только в официально зарегистрированных выпадков порушения законодательства пожарной безопасности тут около 13 тысяч. Разом с тем, это лишь бы может не адлюстровывать реальную ситуацию. Во вселяком разе сегодня вратовальники кажут об наявности достатково значной колькости фактов. Калю в сельско-господарших предприемствах утойвать выпадки узгараннял. Торфяные поля горят, субъекты хозяйствования, которым они принадлежат, они мер, соответствующих по раннему обнаружению, по сообщению этой информации умалчивают. Когда уже более масштабные пожары, тогда мы уже сами подключаемся, вовлекаем всех, ну и соответственно нанесем тоже материальные потери. По выниках проверок, только в этом году до административной отказности притягнули 180 керовников, каля 500 специалистов розного узровню. Правда, кардинально на ситуацию это практически не поуплывало. Шмат, какие отказные особы по требованию правил пожарной безопасности, как порушали, так и протягивают порушать. Ситуация, у некоторых сельгазпредприемствах, разглядалась на коллегии областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях еще два года тому. Али за минулый час ничего не изменилось. Усё гэта примушая распрацовывать додатковые меры по наведению парадку. Причим на таким узровник, али рашение об отхилении от займаемой посады и притягнение до отказности будут приматься максимально оперативно. Губернатор поставил задачу где-то ежемесячно рассматривать с его участием вопросы порядка в том или ином районе. С участием председателя исполкома, с участием руководителя и госпредприятия. То есть это не какая-то компанейщина, а это долговременная вот такая вот программа, которая направлена, нацелена на наведение порядка на нашей земле. Но это все идет и в контексте того, что и требует глава от нашего государства. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадо, компания «Гомель».